Гребит на экране! Хата на тата повертается! Интеллектуальный гигант из Севера Донецка. Вот это да! Мой уровень IQ выше среднего. Значительно выше среднего. Який вважает женскую работу полную дурнею? Нет таких у жены обязанностей, кроме как рожать детей, с которыми не может справиться мужчина. У перший день от всех хатных справ от Карасковца. За прекрасное утро! Байдарочное, прекрасное байдарочное утро. Не встиг Женя отримать график дружины, как отримал сюрприз от кота. Папа, Веня накакал на кровать. Веник, шо такое? Шо это такое? Здрасте. Совсем по-свински получается. Ничего тебе не мешает? С головой все в порядке? Алло. Хотелось дать ему трындюлей. Ты вообще молодец. Ты че, вообще уже сдурел? Только Нотатко разобрался с однею халепою. И як трапил ще більшу. Зашел на кухню, на кухню. Конверт, хата Нотата. Там был большой график мамы. С двух сторон, мелким шрифтом, поминутно. Приготувати сніданок. Лениві вареники. Шо такое лениві вареники? Не знаю. Выпрати брудный одяг, постельную билизну и, внимание, феранки. Шо это за ерня? Феранки. Шо такое феранки, Маша? Шо такое феранки? Сам думай, у тебе ж дивомозок. Аня. Пошел сразу смотреть в интернет, шо такое феранки, где его искать, щоб постирать. Феранки. Занавески. Аби не забусти, що таке феранки, Женя вирішив одразу їх попрати. Так. Десять тридцать, стирка завяжена. А дальше шо? Женя, ти ще дві години тому мав приготувати сніданок. Лениві вареники. Я их в жизни не делал. А ну давай глянем эти виниві вареники. Достать творог. Вот он. Сейчас мы соберем мясорубку. А до чего тут мясорубка? Легко, быстро. Это отсюда или не отсюда? А должен быть там нож или не должен, Саша? Аби зібрати мясорубку, клепки татові забракло. А вообще, а вообще не знаю. Мама много знает. Папа мало. Голова підвела працює руками. Вареники ленивые. Смачного, діти. Мне не понравились. Они такие ленивые, шо ж послепались все. Ленивые вареники. Я понюхала. Тахлий и невкусные. Та попри все, татку неабияк задоволений собою. Я думаю, молодец. Прилив гордости за себя, чтобы такой молодец получилось. Сделал. Женя, годи пишатися. Ладно. Марш квартиру прибирати. Я тут летаю по всей квартире. Тут как заведен в этом граффити долбаном. Это доделали? Давай вот это теперь доделаем. Пойдем дальше. Папа много бегав там. Туда-сюди. 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 Как Карлосон какой-то. Бррр. Припомнилась жена. Обидно и досадно. Я тут с тряпкой танцую, с шваброй отдыхаю, приседаю с ведром. Та она в это время где-то отдыхает. И я думаю, неплохо отдыхает. Не те слово, Женя. Не те слово. Спа – это то, что нужно каждой женщине. У меня не то, что этого не хватало. У меня этого не было никогда. Это настолько приятно, настолько расслабляюще, что ты забываешь обо всем. Уже болит спина, честно говоря. И слегон запад задолбался. С этим ведром, с этой шваброй дети тут у тебя сопливые эти. А кто-то отдыхает. Побулькалась, поплавала, побалдела. Ну, короче, полный расслабон. День расслабона. Автатка в розпалит день трудовый. Та як бы він не пехтів, график ніяк не наздожене. Ще дві години тому женчик мав выгуляти детей. Я туда явно не успевал. О, вот вам прогулка. Возьмите мусор, сходите, выкиньте на мусорку. Будет вам прогулка. Попутного ветра. И Машу бери. Давай. Не хватило времени с нами поиграть. И остался дома. И сказал, что сейчас придет. Прибравши на кухню, татка поспешает до детей. Неужели женчик таки погуляет с ними? Все, пошли. Ну, а что с ними гулять? Мы с ними домой побежим, потому что времени на тот момент вообще не оставалось никакого. Я хотел еще покататься на качельке. Давайте, 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 Маш. Времени нету. Дети, по-моему, не поняли, что они погуляли. С прогулянкой схитрував. А от с полудинком так не выйде. Дети чекают на свой улюбленный кисель. В воду добавить крахмал и сахар. И потом должно что-то получиться. На ны. Оно у меня. Сына, вот это интересный момент, который папа ведь был готов. Киселины сварились в какие-то сгустки протоплазмы. И я ее сейчас отсюда люто выковыриваю. О, это ужас был. Еще я пить не буду. Ну, нет. Горы Кухар придумал гидную замину киселю. Давайте делать запеченное яблочко. Ой, яблоки тут дымят. На, те, дети, кушайте. Попробуй вот на ложечке. Не хочу. Я вообще яблоки не люблю. Вперед. Давай. 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 Возьми ложку. Возьми ложку. Усни ты. Будь ты человеком. Бери сейчас ешь. У меня... В гротку пихали ложку с яблоками. Сядь ровно. Возьми ложку съешь и иди гуляй. Такой из неваги до своих райских яблочок Женя не витримал. Я уже... У меня план курвет тоже сторону куда-то там. Ну, хрен с ним. С этим графиком. Дети от меня все отдыхают. Женя, ты уже на три години выбиваешься с графика. Досить клей и ты дурня. Мало того, что сам осоромился, ты еще и родный Северодонецк сганьбишь. Да. Понимаю, что на тебя смотрит весь мир, вся планета. Облажаться мне так вообще не хотелось абсолютно. Та як подужати график, татко не знает. Пришла в голову светлая мысль. А есть же товарищ Роман, участник первого сезона. Роман Зражевский из Северодонецка. Два роки тому пройшел крись жіноче Бекло. Вот он, хрен. Это хана. И приголомшив всю краину карколомным дизайнерским хистом. Буду очень рад, чтобы показаться в школе диатлон. Роман авторитетный тут в хатах на татах, он все тут знает. В общем, возникла мысль его позвонить. Роман кулею примчал рятувати побратима. Я пришел, естественно, как мужчина мужчине поддержать, так сказать. Ну, я как бы, грубо говоря, дембель. А он на тот момент был молодой. Привет. Есть-то живой. Я что-то так и подумал, что это ты. Честно. Да, заходи. И он мне так совершенно спокойно. Джек, что тебя тут мучают? Да я говорю, есть немного. Я так птичками отмечал, докуда я дошел. Ну, судя по птичкам, половину. Ну, там же еще было, ого-го. Ты, Эрит, не переживай. Это только начало, будет хуже. Я сегодня, я когда вообще был не готов. Ну, там капец. Я в жизни такого не делал. Ну, вообще не делал. Ну, попили мы с Женей чаю, поговорили о его делах скорбных, покалякали. Тут что-то там, что-то я пытался что-то делать. Уже брось в эту жопу. Не, график я допоздна, очень допоздна, но я его добил. Ничего себе, что он-то сделал, а я не сделал. Ну, сделаем. Держись же, я хочу, дерзай. Аби Женя не знайшов и для него работу, Ромчик вирішив відкланятись. Я поехал, потому что тебе надо вот это вот колбасить. Спасибо тебе за визит, за помощь, за совет. Все, давай, спасибо. Давай, пока. Нужно было включать там уже все какие-то возможности, какие только есть у организма. И с крика мура на баррикады побежали. Спровадивши гостя, татко чим душ кинувся нас догоняти график, від якого уже добряче відстав. Папа, как в цирке, Мишка. Если побегать целый день в таком режиме, подпрыгивая, подскакивая, там и фитнес не нужен. То, что Таня делает по дому, это тяжелый, каторжный, как выяснилось сегодня, труд. Если женщина будет работать в таком режиме, то она долго не протянет. Это очень тяжело. И тебе надо быть еще при этом самой хорошей женой и самой хорошей мамой. Лише о другой ночи Женя догреб до останнего пункта и ледь не умер. Лише о другой ночи Женя, как участник трудовых действий, проходит курс реабилитации. Валежку. Тук-тук. Та-там. Роман Зрожевский на пороге, припер нам конверт, хата на татор. Я вашему папе задание привез. Спасибо. Дай Бог ему здоровья. Чувство тревоги возникает, конечно. Перший. Перший. Навчити Сашка гребли на байдарці. Мне бы хотелось уже чем сейчас попыть. Это интересно. Женя затятий байдарочник. Та сына еще ни разу в човен не саджал. Хоч, как его не умовляв, Сашко? Не считаем нужным, держи ее, не заморачивайся. Тепер заморочитесь, таки доведеться. Мальчик должен с папой вместе преодолевать какие-то там неприятности, трудности, поддерживать друг друга. Підготувати Марийку до ступу до музичной школы. Я хочу на пианино играть, научиться. Ребенок хочет на сцену. Она на детском синтезаторе делает дискотеку для соседей. Ей это нравится, ей это до души. Было бы хорошо, если бы ребенок попробовал себя в музыке. Может быть, из этого чего-нибудь бы получилось. Кому ж, як не таткові, готувати донечку? Адже в нього за плечима шість класів музичной школы. Как-то выполним. Будем громко песни орать и в траве сидел кузнечик учить. Спекти пирожки з вишнею. Хорошее задание. Нужное. Кожні вихідні Таня змушена пекти чоловікові його улюблені пирожки, а він їй навіть не дякує. Пирожки єсть я люблю, а делать я їх як-то не люблю. Якщо б мой муж пек пирожки, я б була, наверное, щасливая женщина і хвасталась бы везде. Схоже, втатка уже окол, Ян. Та попереду найважче завдання. Облаштувати в Северодонецьку сквер коханья – это как это? Ты что? Таня, как и все месевые женщины, мріє про романтичные увидения с человеком. Мне не хватает совместных прогулок каких-то, чтобы ходили, держались мы за руки. Пусть это бананы для кого-то там, но для меня это приятно. Але в Северодонецьку немає для цього жодного путнього місця. Можливо, саме сквер закоханих відродить романтику не лише в родині Твердохлібових, а й в усьому місці. Ну, в общем, я потерялся. Нифига себе. Ну, сквер вообще меня убил. Сел, и я задумался вообще капитально, потому что, ну... У татка від завдань сердце захололо. А у мамы кров закипить від грузинської гостинності. Власник елітної винаробні розкриє Тані всі секрети п'янкого напоя. Така красота в такому красивому місці. Да, 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 здрасте. Алексей. Таня, дуже приємно. Ну, мені приємно, що сам владелец такого заведення проводив мені екскурсію. Получається, це не завод, а шато, по-французськи. А що значить шато по-французськи? Шато – це, де производиться вина, там, де випивається, і там дегустанні зали. Отлично. Таня, це наш виноградник. Це дуже уникальний виноград. І оказывається, там роблять вина. Настоящее, класне грузинське вина. Ну, все-таки Грузія і Україна – це родственні держави. Звичайно. А як це все? Я дуже радий, що ти к нам приїхав. І ми можемо зараз дегустувати дуже хороше, невкусне грузинське старе вина. Звичайно. Звичайно. Кунинаційний момент. Ага. І почнемо з шкавери. Давайте. За твой прес, Грузія, моя дорога. Спасибо. А для чего так вот делать? Увидишь, такі оттенки, да? Це називається по-французськи «ле шамбр». А по-русски? По-русски я не знаю. Даже на грузинському я не знаю. Але все-таки це сомельє це ценят. Але ми як сомельє настояще с тобою. За вас. Да. Спасибо. Чого там только не було. Красное, белое, розовое. Виторшка. За Украину і за Грузія. Щас кульминація момента. Налейте туда води, пожалуйста. Зав, твою красоту я должен отсюда выпить. О, дуже добре. Попробуєш? Да. Да. И самое главное, я выпила из рога. Я хочу выпить тост за грузинское гостеприимство. Мама мліє від романтики. А в Северодонецьку татко взявся за найромантичніше і найважче завдання. Нужно обустроити сквер. Робити сквер з нуля Женя не збирається. Тому вирішив анексувати центральний міський парк. Вот ЗАГС, вот пам'ятник. Эта дорожка йде от ЗАГС. Нашли там какую-то одну такую дорожку. Прямо йде. Отсюда й до обеда. Скверик так себе. Папа должен сделать его красивенький. Тут клумба не сделана. Ну теоретически бурьян повырвать, какой-то многолетний. Пообирать. Так вот здесь посерединке высадить. Какие-то уже эти вот пихты, ели, сосны, туи. Перш ніж розпочати активну фазу спецоперації... Нужно согласовать это с властями местными. Нужно пойти к архитектору, к городскому. Поїхали в горы с полком. Здрасте. Нам к архитектору нужно, скажите, как нам к нему можно пройти? Он должен быть так. Знайти северодонецького архитектора за работой не так-то и просто. Пойдемте на улицу, наверное, искать. Здравствуйте, а мы туда рвемся, и мы, наверное, к вам. Меня Евгений зовут Твердохлебов, фамилия. Моя семья участвует в программе «Хата на Тата». У нас есть задание. Нам нужно облагородить сквер под названием «Сквер влюбленных». Может быть, этот сквер где-то сделать рядом с ЗАГСом. Головный архитектор места завжди мріяв, аби сквер облаштували замість нього. Я думаю, это будет хорошее начинание. Он полностью согласен. Спасибо. Спасибо вам большое за помощь. Все, дети, можем ехать дальше. Поехали, нас ждут великие дела. Место погодил. Але ж який сквер закоханый без кущей. И дерев. Поехали мы в магазин всяких товаров. Для природы, для дома, для сада, для огородов. Там деревья, кусты и все остальное. То и вот у нас. Заприметивши поряд статком камеры, продавцы вирішили, что он «Зирка». Тому и цену назвали «Зиркову». Этихов 500 гривен. Пусть их люди другие какие-то купят себе. Начхавши на сквер, Женя взявся за те, что не потребует финансовых вливань. Сашу научить на байдарке. Аби не ехати на речку, татко вирішив навчити сина греблі просто в дворі. А грести ты по песку будеш или по асфальту? Давай на песочке поставим ее. Ненормально. Погребет. Никуда он не денется, все гребут и он погребет. Знаешь, что самое главное в танке и в байдарке, сына? Самое главное не бояться, сына. Девакуваті хлопці митчо привернули жіночу увагу. Бабушки нашлись, активистки, любознательные. Здрасте. Здрасте. Да, щас. По песку попробуем, да, чтоб не намокнуть. А ну, Рибани, только хорошо, до песка доставай. Ха-ха-ха! Все хорошо, ребята, все хорошо. Здрасте, ребята! Это куда вы плевете? Это мы тренируемся. И меня возьмите, пожалуйста. Собой. Не маючи жодного бажанья катать незнайомца, татко добра пока. Так ничему и не навчивши сина. Женя, якщо каждое завдание кидатимешь на пів дороги, отримаешь дырку від бублика, а не 30 тысяч. Все будет хорошо. Времени у нас вообще масса. Сегодня татко нарешті готове вчити сина висливати не на суші, а на воді. Вперед, вперед, вперед. Вперед. Щоб виконати завдання, твердохлебови мають менш ніж за 5 хвилин пропливти змійкою по заздалегідь підготовленій трасі. Мы ее сразу назвали Нюрнбург-Айдар-штрассе-Арена. Без наполегливих тренувань завдання не подужати. Ну, настроение боевое. Давай за мной повторяй, Саш. Правым, правым, левым. Левым веслом я тебе говорю. Я тебе говорю левым веслом, теперь правым веслом. Влеска влево, 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 Саша, влево. Ну, куда мы плывем? Разворачивайся теперь. Саша что-то начал тупить. Якби ты провів синові інструктаж, він, може, знав би, що робити. Сейчас пропливем, і потом резко влево будет поворот. Пропливем, я сказал, а не сейчас. Саша вправо. Саша вправо. Ну, я не успеваю так быстро все делать. Налево. Влево, влево. Ну, каким веслом налево, блядь? Ну, сына! Замість навчити Сашка весловати, батько лише погиркався з ним. Після сварки виконати завдання буде ще важче, адже перед тим, як скласти іспец звисловання, треба порозумітися сином і стати справжньою командою. З надією, що, бодай, донечка не підведе, татко взявся влаштовувати її до музичної школи. І одразу ж прибіг до найголовнішої людини. Директор. Мені звуть Євгеній Пердохлєбов. Ігнарій Григорьевич. Ще приятно, це мої діти Саша Маша. Нам потрібна від вас допомога. Подготовити нашу Машу к поступлению в музикальну школу. У нас провел к преподавателю. Ірина Николаївна, ось к нам гости прийшли поступати. Нас любезно согласились прослушать і Машу посмотреть. Есть у нього слух, нету слуха, ритм, нету ритма. Ми поиграємо з тобою, с нотками в прятки, ти стоїш спинка. Я тебе играю звук, а затем ти отыщеш эту нотку в тому отрезок, що я тебе покажу. Хорошо? Давай, попробую. Отыщи мені її так ж. Анна-няна? Анна. Я играла. Вот таку. Ти мені показала. Це разні звуки, або це одинаковий звук? Машка щось тут растерялась чуть-чуть. Повтори за мною то, що прохлопаю я. Носит одуванчик. Було сложно музикою займатися. А тепер я хочу тебе показати пісенку. Услик был ужасно зол, он узнал, что он осел. Ну, такая позитивная пісня. Хит. Надо запомнить. Услик был ужасно зол, он узнал, что он осел. Було слышно преподавателя, а Машу не слышно было. Не распелась еще. Я забываю просто слова. Бояюсь, что меня не возьмут в эту школу. А кто ж тебе так одразу візьме? Спершу доведеться скласти вступный испыт. Вот вам задание, которое вы должны подготовить на прослушивание. Пісня. Игра. Поиски звука. Поиграйте с ней в выход. Хлопаете вы, она ответила вам. На підготовку донечки втатка всего два дні. Будем петь, хлопать, Маш, да? Вот. Нормально. Будем готовиться к музыкальной школе. Мужик сказал. Мужик робыт. Давай с тобой поиграем. Смотри. Вот какую клавишу я только что нажимал. Прикольненько. Вот так стоишь, нажимаешь на педальку и играет. Мы споем про жили у бабуси, да? Жили у бабуси, два веселого гуся. Марийка тільки вчит статком нотну грамоту. А от для мамы співатиме справжній маэстро. Это, післясучий, сейчас вас станет. Спасибо. Ну, вот, он действительно пел для меня. И мне это, я это почувствовала. И это очень приятно, конечно. Как-то становится легче, и, не знаю, слезы сами собой. Спасибо большое. Такой вечер, это для меня подарок, потому что я только мечтала. А в Северодонецку татко ломаю голову. Как бы ему встигнути виконати всі завдання. Времени как-то маловато. За два дни женщин не подужав жодного. Та шей на байдарках полаявся с сыном. Будут очень большие сложности. Просыпаемся. Просыпаемся. Доброе утро. Сегодня день рождение Саши. Семь лет ребенку исполнилось. Женя, это чудовая нагода реабилитировать себя за вчерашнюю сварку. И хотя на выполнение завданий в татке лишилось меньше двух дней, он все отклав на потом, чтобы влаштовать сыновь незабутный день рождения. Мы пригласили деток наших друзей. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. С сожалению, день рождения только раз в году. Дуй, Саша, давай сильно. С сожалению, день рождения только раз в году. Классно будет. Давай, вперед. Отлично вообще идет. Супер, глянь. Сына, молодец. Две. Молодец. Две осталось, это хороший результат. Я показывал ему немножко, как бросать шар. Давай, давай, давай. Это было вообще такое незабываемое, незабываемое впечатление. Это огромная толпа, куча детей и один папа на них, на всех. Это вообще, это, блин, это нереально. Папа сделал хороший день рождения. Папа самый лучший. Песля такого дня народжения Сашко погодился допомогти Таткови виконати одне з найважчих завдань. Хлопцы впевнені. Цього разу вони покажут себе, як справжня команда. Ну, мы не сборники, конечно. Ну, я думаю, что мы пройдем это дело легко. Пять минут для этой трассы должно быть достаточно. Папа, поплыли. Уже можно. Пробуй поплыли. Раз. Давай. Минулого разу хлопців пеймали облизня. И лишь теперь Женя до Петра. Перед тем, как проходити трассу, сын має пройти инструктаж. Не доотрабатывали эти вот повороты наши, поэтому тут, собственно, он ни в чем не виноват. Давай, подворачивай. Видишь, правым. Вправо поворачиваем. Саш, вправо поворачиваем. Вот. Рябем прямо. Видишь, нас несет влево. Надо повернуть вправо чуть-чуть. Вправо резко. Молодец. О! Вот, умница. Вот. Вот это тебе надо. Видишь? Саша готов. Все нам понятно. Давайте нам трассу, мы ее порвем. Все отлично. Ударил несколько раз. Неужели донька розчарует татка? Мы прослушали по вашу девочку. Не все сложилось и не все получилось. Это беда, конечно. И что смусить твердохлебовых натиснуть червеную кнопку? Нам нужно, чтобы нам кто-то помог, да? Ну да. Субтитры подогнал «Симон»